Известно, что гораздо легче найти инструмент или вообще что-либо, если это что-либо всегда хранится в одном месте, а еще лучше в своей личной коробке или кейсе. Готов поспорить с каждым, что каждый хоть раз ругался матом, ну или нецензурно выражался, ища в ящике с инструментом срочно понадобившуюся мелкую отвертку, ключ на 10, там допустим, мечик, ну или еще что-либо. Короче, для инструментов, изготовленных в прошлом видео, будем делать уникальный в своем роде кейс. Благодаря нему я смогу быстро найти нужный мне предмет и сохранить тот, пусть не стойкий, порядок, который я пытаюсь поддерживать среди своих железяк. Глеб Егорыч, стреляй! Стреляй, Глеб Егорыч! Материал для корпуса – кусок деревяки. Можно было бы, естественно, задействовать и пластик, но это не серьезно. Фрезерую стороны заготовки, дабы придать ей правильную геометрию. Выручает меня мой самодельный станочек. Я вам скажу, ох, как выручает. Замечательнейшая штука. Вот если бы ему еще электронно-программное управление приделать. Но с электроникой проблем нет, это мы сможем. Гораздо сложнее сделать точный и жесткий координатный столик. Без большого заводского фрезера сделать его крайне проблематично. Очень. С другой стороны также фрезерую. Здесь столкнулся со сложностью. Высота между фрезой и столиком недостаточно для закрепления бруска в тисках. В этой связи пробую зафиксировать деталь с помощью двухстороннего скотча. Кроме Энтого, для уверенности использую два упора. Надеюсь, заготовку не вырвет и не шарахнет по моей ясной головушке. Надеюсь. На данном этапе фрезеровка окончена. Следы от фрезы удаляю с помощью наждачной бумаги. Теперь еще понадобится отрезок оргстекла. Воспользовавшись двухсторонним скотчем, приклеиваю отрезок оргстекла к дереву. По месту произвожу рез. В качестве резака использован нож-косяк, сделанный из старых ножниц. Думаю, можно попробовать произвести резку и с помощью простого канцелярского ножа. Ну и если нет ножниц старых. В процессе резки оргстекло может достаточно сильно разогреваться. А посему, время от времени рекомендую смачивать его водой или маслом. Напильником выравниваю поверхность и отделяю стекло от деревянного бруска. Здесь главное не спешить. Одно неловкое движение вполне может привести к растрескиванию оргстекла. Оно нам не нужно. Конечно же, оргстекло не такое хрупкое, как классическое стекло. Но при сильном механическом воздействии возникновение надколов неизбежно. Далее фрезерую паз шириной порядка 5-6 мм. Фрезерую по всей длине. Хотя, как впоследствии оказалось, вполне можно было бы фрезернуть только по центру. Небольшой промежуток. Кроме этого, кстати, сверлю два отверстия 14 мм на глубину 11-12 мм. Опять фрезерую. Как можно догадаться, в данном случае я выполняю нечто вроде посадочных мест для нашего инструмента. Отверстия же необходимы для возможности быстрого извлечения необходимого мне предмета. Само собой разумеется, шлифую древесину. В некоторых труднодоступных местах использую барфрезы. Это те самые барфрезы, которые юзают стоматологи для пыток своих пациентов. О, блин, аж во рту, признаться вам, привкус зубной пыли появился. Теперь речь пойдет о петле. Изготавливать я ее буду из латунного прута диаметром 6 мм. Немного протачиваю и сверлю отверстия с обоих сторон. Между прочим, купил данный прут посредством сети интернет. Продавец, судя по всему, пытается сбагрить самый неликвид. Несколько прутов прислал ровных, а несколько кривучих просто до ужаса. Если кривой прут проточить, от него останется диаметр, наверное, пару миллиметров. Собственно, из-за этой причины отверстия получились немного со смещением. Но ничего, думаю, это не страшно. Если же, конечно, это меня будет не устраивать, придется перетачивать. Ну и это, ну а что сделать? Переточить так переточить. Вытачиваю ответную часть. Точнее, сразу две ответных части. Данные элементы будут являться опорными. То бишь, теми, относительно которых будет вращаться верхняя крышка. Само же крепление к корпусу будет осуществляться посредством штырей, припаянных в перпендикулярных отверстиях. Штырьки выковырены из валика от старого магнитофона. Под гордым названием электроника. Эх, хорошая была техника, хорошая. Правда, с компактностью и с весом у этого патифона было не все в порядке, надо признать. А так, в принципе, норм. Пленку жевал с большим удовольствием. Зараза. Приклеив оргстекло к деревянному корпусу, сверлю отверстие под резьбу М2. Кто не знает, под резьбу М2 необходимо отверстие 1,5 мм. Нарезав резьбу, фиксирую винтами крышку. Капаю несколько капель эпоксидной смолы и приклеиваю петлю к корпусу. Дабы штырьки лучше закрепились, делаю на них несколько насечек отрезным диском. Произвожу мероприятие по изготовлению запорного механизма для крышки. Прежде всего, изотавливаю палец-толкатель. Здесь все просто. Необходим валик с диаметром 3, 4 и 2 мм. При этом, с одной стороны должна быть резьба М3, а с другой резьба М2. Все детали выглядят следующим образом. Собирается устройство до боли просто. На шток устанавливается пружина и с обратной стороны накручивается цилиндрик с резьбой. Для удобства, то есть для лучшего сцепления с кожей пальцев, на последнем выполнены небольшие канавки. Клеиваю запорное устройство в корпус. В качестве клеящего вещества использую классику жанра эпоксидную смолу. Такого крепежа будет вполне предостаточно. Изначально, к слову, я думал использовать жидкие гвозди. Но тюбик, который у меня есть, оказался высохшим. И от этой идеи пришлось отказаться. Еще эпоксидка до конца не высохла. Но, тем не менее, приступим к следующей операции. Покроем спецсоставом. Спецсостав секретный. Рецепт передается из поколения в поколение. Но, если серьезно, видео есть на канале, что это за состав. Можно было, конечно, дождаться, пока эпоксидка высохнет. Но, сейчас ночь, я собираюсь на рыбалку. И, пока я буду на рыбалке, пусть себе сохнет. Правильно? Таким образом, я надеюсь, сэкономить время. Это села Зеваново, не знаю, я в технике плохо. Какие-то рычажки постоянно дергает. Просто тут. Бублика крутая. Ну, мы по приборам идем. Сейчас будет опять рычажок. Может, надо рычажок. Все, не буду водителя не заступать. Идем к преследованию Жигулей. Автомобиль ВАЗ-2105. Остановитесь! Глеб Егорыч, стреляй! Стреляй, Глеб Егорыч! Глеб Егорыч, стреляй, уйдет! Покрываю корпус лаком. Можно было бы и так оставить, но с лаком будет понадежней. Все дело в том, что лак заполнит все микротрещины и сделает дерево более устойчивым к внешним механическим повреждениям, различным царапинам, ну и воздействию всевозможных масел и химических веществ. Последнее. Изготовлю латунный винтик. С одной стороны диаметр произвольный, а с другой стороны диаметр 2,5. Естественно, диаметр выбран под соответствующую резьбу. Слегка полирую оргстекло. Шлифую сначала тысячной наждачной бумагой, а затем двухтысячной. Разумеется, использую во время шлифовки воду. Без воды нормальной шлифовки не добиться. Вообще, я небольшой специалист в области полировки стекла. Если что не так делаю или есть какие-либо особые тонкости, обязательно напишите мне. Буду вам очень-очень признателен. Собираю. Устанавливаю его в стекло и закрепляю его винтами М2 к петле. Винты завинчиваю через прямоугольную пластину. Необходима она для увеличения площади прижима. Можно было бы, конечно, задействовать и просто шайбы, но мне показалось такое решение чересчур банальным. Фиксирую своеобразный крючок, посредством которого будет производиться плотный прижим крышки. Собственно, кейс готов. Для открытия достаточно потянуть шток на себя. Закрытие же осуществляется вталкиванием последнего в корпус. Получилось, по-моему, очень даже неплохо. Единственное, что мне не понравилось, все-таки нужно было не пытаться полировать стекло. Ну, не удалось мне добиться нормальной прозрачности. Не удалось, к сожалению. Подписывайтесь на канал. Впереди много еще чего интересного. Сейчас ваша поддержка каналу очень важна. Как никогда. Это я говорю серьезно. Ну, всех благ. До новых встреч. На посран. Покеда.